приветствую вас дорогие друзья я дмитрий ешанькин это алексей мой сын алексей и сегодня мы покажем вторую тренировку нашего комплекса план тренировок в описании а сегодня тренировка спины как основная часть но как подводящая часть это функциональный тренинг небольшой комплекс упражнений который позволит вам раздышаться вспотнуть и подготовиться как раз к работе над спиной но в начале несколько упражнений для растяжки классное движение можно делать это утром вечером когда вам удобно ноги вместе или на ширине таза вот так замок делаете вдох и вытягивайтесь прямо толкаете руки наверх а потом на выдохе макушкой в пол и руками вниз здесь почувствовать и разгибатели спины и лопатки и вытягиваете даже кисти вся проекция вашей спины от макушки до кончиков пяток так 5 7 повторений так вперед разворот локоть к полу снова вверх или другую руку кто-нибудь подобно в динамике растягивать вы растягиваете все ваши мышцы и делаете это в движении так чтобы и кровушка пошла и дышать начали по эффективнее и пульс поднялся несколько упражнений для профилактики ну скорее всего тел начнем кисти кулаки ладони кулаки ладони корпус держите и спокойненько двигаетесь переставляете руки если в хорошей форме можно добавить на пальцы пальцы кулаки ладони пальцы кулаки ладони следующее подтягиваете колени раз-два вот в такую позицию вытремили собрались с левой справа вы укрепляете плечи работаете над прессом и разогреваете колени мостик и в этом положении также подшагиваете раз-два-три-четыре разогреваете мышцы готовите связки внутренние внешний корпус плечо алёха просто держишь плечо и перенос левой правой правой здесь пожестче конструкция плечо уперлись перенос выпрямили тело перенос и и все в движении дальше пошире вернулись вперед вернулись и можно сделать раз-два еще шире собрались собрались и так раз-два-три-четыре раз-два-три-четыре постепенно постепенно усложняете постепенно увеличиваете амплитуд несколько движений вы сделали коротенькие потом чуть длиннее здесь локти лучше подсогнуть расставились собрались ногами добавили какие-то вот такие движения различного рода то-то что-нибудь в динамике можно добавить на косые можно добавить еще что-нибудь на спину на задник например что-то такое на одной ноге на пятке приподнялись и вот просто почувствовать бедро ягодица задняя поверхность или вот что-то такое футбольное что же там по десяточке на каждую сторону ну и то же самое на внешние на внутренние на боковые здесь покачали здесь покачали все вот как бы во все стороны немножечко погнулись и можно двигаться дальше только предлагаю эксперимент у меня классный притрен смотрите сонная муха уже вроде должен был размяться и взбодриться нифига нитрекс взбалтываешь перемешиваешь выпиваешь и вперед просыпайся короче вот она магическая вещь съемка она такая не халява но когда вы сделаете эту разминку вы уже вспотеть уже раз дышитесь и у вас будет много энергии вот такие вот штуки конечно же ситуативно принимаются вот как раз когда нет настроения когда все херово это дает такой некий прилив энергии пусть он может быть немножечко искусственный но это как знаете помогает немножечко разогнать как вот раньше были такие и мотор завелся вот она такая комплекс упражнений мы уже сделали выполняется по 10 15 повторений или просто ставьте секундомер делайте по 20-30 секунд или 15-20 повторений что-то в этом духе дальше у нас комплекс становая тяга подтягивания то есть мы работаем над сгибателями спина заднее бедро ягодицы и бицинсы тянем половину веса примерно твоего подтягивания и бросок бросок мяча опять же объединяем силовое упражнение и взрывное упражнение если мы найдем слэмбол конечно если у вас его нет покажу пару упражнений которые можно заменить бросок мяча данная тяга тяга как тяга ничего особенного я немножко перенесу нагрузку на заднее бедро поработаю за счет ягодицы можно вообще сделать румынскую то есть вот такой напрямых ты научил штангистская техника с мячом это или в стену в за счет бедра или я в этой тренировке предложил в стену спиной все это вроде как и налег на ловкость упражнения ну и вот эта скруточка широчайшая ягодичка если у вас нет возможности бросать то просто добавьте вот что-то с шагом шаг-поворот шаг скручивания в темп и вытаскиваете тебе раз и выдернул да и отсюда выдергиваешь опять так так в этом движении идея в чем вы почувствуете растягиваете широчайшую ягодицу и здесь сокращаете вот эти линии возвращаете то же самое в стену в стену получается как бы более резкое движение ну если и такого нет то вот сюда с пресс межреберные зубцы десяточку по сути в 10 10 10 хороший комплекс тут поболеть квадратный что-то вот в этом духе задница и крепление но это в любом виде спорта как раз этот участок помогает не травмировать спину и постепенно готовьте если вы не готовы делать резко делайте вес полегче помедленнее но в любом случае это будет хорошая нагрузка или в пол подрос в подтягиваниях можно менять хват можно сделать узким и немножко поджиматься широким если хочешь ширину спины добавить ну или среднем даже накидать просто если ты работаешь в темп как киппинг или буперфляй давно что-то я этого не слышал ешанькина машина напишите легких комментах и случайный генератор цифр выберет победителя и тому достанется какой-нибудь мощный притрен от байта ки сэй например black blood nitrox или еще что-нибудь взрывной надо крутой переход сделаешь его всем понравилось камера свет мотор погнали ну и говоря о победителях видео с радуловым александром надо было угадать процент жира александра выигрывает у а а и и о и а пробел а в и о г г 10 с половиной процент реальный процент жира 10 и 7 этот человек выигрывает набор питания beta qsa видео с максим гончаровым выигрывает артур узунян угадав его любимое блюдо греческий салат но если посмотреть в комментариях он перечислил всю еду которая есть в мире но артур ты выиграл видео фитнес челлендж надо было угадать сколько дмитрий ешанкин может сделать повторений и угадал михаил деловой с числом 211 повторений и он полностью прав он выигрывает а выигрывает что надо спросить у дмитрия и видео со штангой это было четыре месяца назад я спросил какой мой вес был на тот момент когда я снимал это видео и единственный кто был ближним к реальности геннадий иванов угадал шестьдесят пять килограмм на тот момент мой вес был 64 800 немножко округлили но поздравляю гена ты выиграл набор биотеки усей я думаю то что можно продолжать боковые движения такого рода и что я имел ввиду спиной вот сюда с вы спиной разворачиваете здесь сокращение ягодицы и широчайший немножко через сторону из понял да спина жопа и об да опять замах сработал три-четыре подходе к можно сделать из этих упражнений и вот уже взбодрились так гантели в наклоне на широчайшую вниз разведения на на досная подосная и задняя дельта по всей области спины здесь тренажер кстати аэрофит амбассадором этой компании я являюсь и очень хвалю данный тренажер потому что производитель надежный и при этом ценовой диапазон вполне соответствует его качеству изолированное упражнение высоту подберите так чтобы ручки находились на линии плеча сустава важно чтобы вы чувствовали вот этот участок внизу не расслабляйся опустил и сразу назад да и в самом конце продолжайте держать спину ровной и включаться вот здесь не в лопатке и в трапеции а именно в дельту вот импульс о котором я не говорил легко меняется положение скамеечки ручки приятные на ощупь и я тоже можно регулировать прям понемножечку прибавлять это приятно и сразу тяга мне нравится вот такой вариант когда ноги широко такая устойчивая спортивная позиция вспомни регби на старте или американский футбол вот из этой позиции делаете мощную тягу к животу упор вот это на скамеечке обычно делают что-то подобное я вот пришел к выводу мне этот больше нравится я лучше ощущаю тело и вот это мощь движения и тебе ничего не мешает куда и а тут просто к телу прижал важно чтобы плечо поднимали лопатку приводили упор подсел и невозможно травмироваться абсолютно безопасное положение чувствуется то вижу сейчас что спина немножко округлой то есть хотелось бы чуть прогнуться здесь больше и дотягивать лопатку смотри не локоть а лопатку но в работе с атлетами я усложняю упражнение иногда ну можно за счет конечно добавление веса но иногда ну когда уже хорошо справляется с контролем тела на одной ноге еще вообще баланс разноименно сюда и например хоккеистом нужно удержать равновесие в момент столкновения и вот эта мелкая работа как раз позволяет избежать травмы и остаться на поверхность здесь вообще такой мысленный контроль бодибилдеры они скорее кинестетики то есть на ощущениях увидеть наверное как правильно выполнять упражнения может не каждый а почувствовать мне кажется любому под силу но не сразу нужен некий навык привычка это как медитация вы следите за мыслями следите за состояние тела положение тела и напряжение напрягаетесь там где надо и не напрягаетесь там где не на вот такой вариант тоже имеет место быть но здесь уже наверное чуть больше вот как раз лопатка между лопатками и дельты чтобы почувствовать задний пучок вот гораздо удобнее здесь как раз зацепиться на нем отвести и не сжимать растягивать все вроде бы неплохо но много трапеции много то есть все работает вся спина работает супер но хочется больше акцентов задней дельты а попробую лопатки не сжимать вот так да и поровней грудь повыше спина ровней плечи опустил локти повыше ну-ка вот она вот не заводи руки назад прям вот в стороны вернул и ровно 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 давай но вот так тяжелее все он исключил сильные мышцы здесь маленький кусочек который как раз и дает объем дельта и шарик то качочки мои любимые посмотрели приключения димки в дубай хорошая поездка была такая мне показалось мотивирующие и ребята вокруг и популярные и здоровые и легенды и звезды и вот как-то и постоять рядом с юликом было приятно но до появилась мотивация мотивация такая чуть добавить чуть добавить чуть подкачаться и следить следите за формы вообще прикольная идея чтобы дед дед выступает дмитрий александрович алексей дмитрий вышел вышел как-нибудь на сцену некоего события втроем дед отец сын а юрик снимает и хорошо снимай продолжаем работу над спиной задней поверхностью и ягодицами поворот с резиной это у нас скорее мышцы кора и укрепление мышц стабилизаторов позвоночника наклоны на одной ноге опять же укрепление спины бедер и ягодиц и сгибание ног если у вас нет тренажера покажу пару упражнений которыми можно заменить опять же ягодица спина зацепились и что-то похожее на бросок через бедро у борцов толчок вынос и напряжение и как вариант сделайте вот такую затяжку корпус бедро ягодица сажим 10 8 в одну сторону 8 10 в другую или подчередовать следующее ласточка всем известны на одной ноге приподнялись отсюда вытягиваем руки вперед ногу назад и напряжение верхней части спины ягодиц бедра и баланс стопы пару секунд задержка поменяли но опять выносим баланс контроль и п п п п п п п п п вытащили и приподняли и вот в этом напряжении раз два три на каждую сторону три-четыре раза сгибания ног или укрепление задней поверхности бедра все это может быть мяч колесо бокс вот эти подъемы или такие же подъемы на одной ноге можно блинчик сюда поставить то что делают ты ты для укрепления не просто покачали работают работают или если есть гайды ну такие скользящие штуки на них можно поделать на мячик можно на большой то есть любой вариант сгибания ног или даже манжета или трос или резина необычная будет нагрузка то есть вам надо прокачать задник и потом опять повторяете повороты статика и задник такой кружочек три подхода три упражнения по хорошее упражнение если вы работаете с партнером или с тренером я нажимаю ты сгибаешь и держи 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 такой живой вес вот это сопротивление живому весу партнеру это придает еще дополнительную нагрузку борьба почему вот такие борцы единоборцы жилистые крепкие связки вот об этом об этом речь ведь 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 еще до следующих выпусках покажем еще несколько упражнений для задней поверхности бедра без использования тренажеров хотя тренажеры отличная вещь бицепса санга стоит 30 килограмм 10 раз то есть плечи бицепс плечи бицепс плечи бицепс потом пресс потом икры да ну то есть у нас осталось пару упражнений все я короче у меня сегодня смирнов практику меня поеду выступать и у меня доклад предсезонная подготовка хоккеистов а ты останешься доделаешь скажешь ребята до свидания не забудьте кстати ешанкин машины пишем в комментариях генератор случайных чисел выглядит победителя так папа ушел нам надо доделать тренировку ну потому что это обязательно тренировку нужно закончить дальше у нас остается пресс на брусьях или висе три подхода по 12 раз можно делать по 10 а лучше по 9 ибо зачем нам так много так ну остался пресс на брусьях или висе поехали самое главное ручками взяться за перекладину и держать ее также крепко если сложно можно сгибать ноги и делать вот так но главное делать три подхода сделали можно домой ну у нас самая главная задача задействует мышцы пресса и кассы так что в принципе можно сделать и на перекладине можно на брусьях кому как удобнее я микрофон вот здесь зачем ты ко мне-то близко подходишь ты в кадре я забыла давай еще раз нет давай это упражнение можно разнообразить и не надо мне повторить это не то ими на йо киминанда йо оши это и курят а ну а следующее наше упражнение это и крысидя в тренажере можно сделать 3-4 подхода по 12-16 раз я думаю будет достаточно тем более на первый раз лёха о чем ты сейчас мечтаешь это я понимаю конечно ну на этом наша сегодняшняя тренировка заканчивается хочу поблагодарить вас за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки и ждите новые еженедельные тренировки пока нормально советская была есть факит Code . Продолжение следует...